Но я не выходила в эфир, сегодня мы поговорим про то, как быстро стартовать в IT-рекрутинге. Я для вас подготовила целую презентацию, поэтому мы пока ждем, пока у нас подсоединяются люди, потому что я объявила, что у нас будет эфир в 8, я чуть вышла пораньше, и появилась возможность наконец-то пообщаться с вами и поделиться какими-то новостями, поделиться пользой, потому что сегодня мы с вами обсудим, как стартовать в IT-рекрутинге быстро. Есть некоторые тезисы, которые я сегодня хочу вам рассказать, это про статистику рекрутеров, сколько сейчас вообще рекрутеров есть, почему эта профессия стала настолько актуальной и продолжает на самом деле расти. Сколько зарабатывают IT-рекрутеры в разных компаниях, от чего зависят их заработок и так далее. Где начинать карьеру IT-рекрутеров? На самом деле, да, постараюсь сохранить обязательно эфир, но если вы будете присутствовать сегодня онлайн, для вас будут дополнительные фишки и будет возможно задать мне вопросы. Это самое классное того, что есть в эфирах. Я сразу, наверное, начну с моих презентаций, подключу их, чтобы у вас был визуальный еще ряд, не только слуховой, чтобы для вас было полезно, и можно будет скринить некоторые моменты. Они у меня, правда, немножко перепутались, но ничего страшного. Ну, собственно, эфир называется «Как быстро стартовать в IT-рекрутинге», но сегодня мы поговорим про IT-рекрутинг в цифрах. Я вам расскажу, с чего я начинала, как я вообще стартовала и дальше, к чему меня, собственно, это привело. Возможно, вы наверняка 100% сегодня почерпнете что-то новое для себя, и обязательно это все сохраняйте. Так, секунду, я только сориентируюсь, какой у меня второй слайд пойдет. Так, да. Если у вас сразу появляются вопросы, или вы хотите задать какой-то вопрос, сразу, пожалуйста, напишите. Я потом по ходу эфира буду корректировать свой рассказ и буду отвечать вам на него. Собственно, немножко про меня. Возможно, есть здесь очень многие, кто не знаком со мной и буквально присоединился недавно. Я очень вам рада, те, кто присоединяется, и благодарна, что вы меня находите, и находите контент полезным, сохраняете разные другие полезные посты. Я на самом деле стараюсь обязательно для вас. В Инстаграме есть некоторые минусы в том, что контент уходит вниз, и если вы пойдете вниз, то там найдете очень-очень много полезного, того, что есть у меня в рассказах, в постах. Собственно, на самом деле уже не 4 года назад, а уже 5 лет назад, я чуть забыла, сегодня пересчитывала, когда я начала работать в IT-рекрутинге, оказалось, что у меня уже 5 лет опыта работы. И я забыла скорректировать немножко свой текст в презентациях, потому что заранее его подготавливала для вас, и я делала, думала. Собственно, я уже работаю 5 лет в подборе персонала, и как раз-таки 4 из них я работаю в IT-рекрутинге, в кадровых агентствах, начинала свой путь с HR-ассистентом, но надолго внутри компании я не задержалась, чему на самом деле достаточно рада, потому что кадровое агентство — это вот мое, это то, где мне нравится работать. Начинала я с 8 тысяч в месяц. Вы только представьте эту сумму. Ну, 4-5 лет назад эта сумма еще была, ну, так скажем, нормальная, но на нее не выжить в любом случае. Я жила с родителями, это мне очень сильно помогало, у меня работа была рядом с домом, я ходила пешком, я ходила, носила с собой еду, но я знала, куда я иду. И это на самом деле самое важное. В цели, в любой профессии, если вы хотите развиваться, то важно знать, куда вас это приведет. Собственно, с 8 тысяч в месяц я сейчас выросла до 200 тысяч за одну вакансию, то есть совокупно можно получать намного больше. Это, естественно, очень сильно зависит от ваших текущих реалий, ваших вакансий, которые вы закрываете, сколько вы их закрываете и так далее. В общем-то, достаточно много всего. Но здесь ограничиваться этими суммами не стоит. Это я вам привела только для того, чтобы вы понимали немножко мой опыт и сколько в целом можно зарабатывать IT-рекрутером. И я проучилась сначала не по профессии. У меня образование бакалавра в медицинском университете, а на факультете социальная работа. Я сразу понимала, что я не буду работать по профессии. Ну вот сразу с первого курса. Но всё же доучилась. Далее я училась один год в Италии, в Милане, Государственный Миланский университет, тоже на управлении персоналом. И закончила здесь у нас в Казани, Казанский федеральный университет, на факультете управления персоналом. Это то, что мне нравится, это то, в чём я вижу как раз-таки свой рост и своё развитие, и в чём я буду, естественно, развиваться. И то, что я стараюсь транслировать как раз-таки в своих блогах, в своём контенте для вас, чтобы зарядить вас тоже тем, чем заряжена я. Потому что я люблю свою профессию, обожаю её, и стараюсь делать так, чтобы она была интересна, каждый день не только мне, но ещё и вам, чтобы заряжать вас, потому что здесь огромные действительно возможности есть. Помимо того, что училась в университетах, это всё понятно, это достаточно базовое обучение. Я проходила несколько курсов, но курсы были... Это было не совсем то, что хотелось бы получить начинающему интеррекрутеру, когда он только стартует. И на самом деле я всё получала на своём опыте. Это классно. Это, наоборот, классно, что вы на своём опыте можете получать, но это немножко удлиняет весь процесс. И в этом как раз-таки минус того, что всё было достаточно долго, и нужно было долго ждать, пока у меня закроются первые вакансии. Собственно, я работала с огромным количеством вакансий, продолжаю работать сейчас. Как вы, возможно, многие знаете, сейчас я работаю в кадровом агентстве немецком. И здесь совершенно другой маркет, совершенно другой рынок кандидатов, с которым нужно работать по-другому. В России я поработать успела с огромным количеством разных позиций, от системных администраторов, от 1С-разработчиков, до уровня CTO, SEO и так далее. В разные IT-большие крупные компании, действительно крупные, которые вы знаете все. То есть, когда у вас приходит там IT-компания какая-то на ум российская, я, скорее всего, с ней работала и закрывала туда вакансии, позиции. Это круто. Это на самом деле классно, потому что в IT-рекрутменте вы можете поработать с абсолютно любым заказчиком, который вам принесёт не только деньги, но и действительно удовольствие от того, что вы делаете. Когда вы работаете с классными ребятами, вы сами получаете неимоверное удовольствие от того, что вы знаете, куда движется рынок, куда движутся IT-технологии и что вообще ждать. То есть, вы на передовой находитесь, какие сейчас мобильные приложения появятся, какие разработки в машинном обучении ведутся, в компьютерном зрении и так далее. И это меня действительно заряжает и драйвит, и то, чем я хочу заниматься дальше постоянно на своём пути. Немножко, немножко, немножко статистики. В России 6 тысяч IT-рекрутеров, и на каждого приходится около 35 разработчиков. На самом деле сейчас разработчики растут с неимоверным количеством, и это немножко старая статистика 2019 года. И вообще рекрутеры растут, но растут не в той же прогрессии, как растут разработчики. Соответственно, рекрутеры постоянно нужны. И здесь пока рынок не насыщен и, я думаю, что не насытится. По крайней мере, будущие 5-10 лет это точно. Нас роботами ничто не уберёт. И количество рекрутеров хотелось бы вырасти, потому что мне каждый день, ну, каждый день приходят разные сообщения от основателей компании, от стартаперов и так далее, что им нужны разработчики. Они не знают, как донять, у них нет времени, и, соответственно, этим должен заниматься рекрутер. Я бы с удовольствием взяла, но у меня времени в обрез. Как всегда, собственно, мы все... У нас время ограничено, к сожалению, 24 часами в день. И из них желательно работать бы, конечно, 8 и меньше, а не работать 24 часа в сутки. Собственно, поэтому необходимость в рекрутерах, она постоянно растёт. И я вам приведу следующую статистику о том, что вакансии и резюме рекрутера на HeadHunter около 3200 вакансий висит на HeadHunter и около 183 резюме IT-рекрутеров всего. То есть действительно большая нехватка. Здесь я вакансии привела все рекрутерские, то есть они могут быть и айтишные, и плюс ещё там IT, диджитал и другие позиции закрываться. Резюме рекрутеров в основном IT-рекрутеров только за месяц, 183, и то непонятно, насколько они действительно качественные, насколько опытные ребята. Соответственно, у вас сразу нехватка на лицо. Далее, по зарплатам рекрутеров. Привожу среднюю статистику, так как статистику брала из HeadHunter и из некоторых своего опыта от общения с рекрутерами, но она очень может сильно отличаться от того, что у вас сейчас. Потому что сейчас начинающие рекрутеры без опыта могут получать до 40 тысяч рублей в месяц, если вы начинающий и растёте достаточно быстро, то есть схватываете быстро, закрываете вакансии быстро, вы можете быстро выйти до уровня senior рекрутера в 150 тысяч. Запросто. Поэтому это зависит только от того, насколько вы замотивированы и хотите погружаться в детали профессии, изучать это и дальше двигаться. Да, я сейчас больше говорю как раз таки про агентский опыт, потому что здесь зарплаты так зависят от закрытых вакансий, от закрытых позиций. Если говорить про IT рекрутеров внутри компаний, в продуктовых компаниях, в отсорс-компаниях и так далее, то эти цифры немножко будут разные, но в целом средняя зарплата, она сохранена. Внутри компании, к примеру, можно зарабатывать senior рекрутеру намного больше, чем 150. Предлагают и сумму в 200 тысяч. Но вы действительно должны быть крутым HR, не только рекрутером, но и HR, который сможет и адаптацию, и мотивацию привести, и с оффером, и с контр-оффером поработать с кандидата. Поэтому здесь это крайне важные цифры, которые важно понимать, в зависимости от той компании, куда вы сейчас идете, потому что от компании тоже очень сильно зависит. Приведу вам еще несколько других цифр. Единственное, найду. Вот она. Сколько зарабатывает успешный IT рекрутер на фрилансе либо в кадровых агентствах? Если вы берете и работаете по вакансиям, которые вам интересны, вы знаете уже специфику работы, то вы можете спокойно зарабатывать от 300 тысяч в России и в странах СНГ. Если это международные какие-то агентства, если это международные вакансии, то вы можете зарабатывать от 2 тысяч долларов за одну закрытую позицию. Соответственно, этих закрытых позиций может быть больше, а может быть и не быть, потому что цикл сделки в международных компаниях он чуть длиннее, чем в российских компаниях, потому что существует такое, как нотиспериод, это отработка. У нас она 2 недели в России и в некоторых странах СНГ. Если брать европейские компании, то человек должен по контракту отработать от 3 месяцев до 6 месяцев. И это действительно такой бонус откладывается на 6 месяцев. У меня сейчас такая тоже ситуация есть. Кандидат принял оффер в том году, в ноябре, и выходит только вот в конце мая. Представляете, получается, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель. Да, 6 месяцев прошло. То есть все пока моменты по релокации, по тому, как он заканчивает свою работу в компании, только после того, как он выйдет на работу, я получу свой бонус. И это немножко удручает, но в то же время от того, что здесь классные суммы, можно и потерпеть, на самом деле, можно и поработать. И поработать на будущее, к примеру. Меня часто спрашивают начинающие рекрутери, куда пойти работать, когда вы начинающий рекрутер. Я бы рекомендовала идти в кадровое агентство. Если вы понимаете, что по своему темпераменту, по своей мотивации вы такой же примерно, как и я, то есть амбициозный, хотите двигаться быстро достаточно, то вам идти нужно в кадровое агентство. Там действительно большая, быстрая смена обстоятельств, быстрая смена вакансий и так далее. Но в кадровом агентстве у вас будет возможность быстрого роста, будет возможность смены различных вакансий и поработать успеете с разными заказчиками. И это классно. В стартапы можно тоже идти, но там тоже есть свои плюсы и минусы, потому что в стартапах еще не все стабильно, процессы не установлены, и вам придется работать достаточно самостоятельно. То есть здесь уровень ответственности перед вами как IT-рекрутером стоит очень высокий, потому что от вас зависит то, как будет развиваться проект, насколько он быстро будет развиваться, насколько с правильными людьми и так далее. И, естественно, IT-компании. К ним я отношу продуктовые компании, компания-заказчики, заказные, то есть это, например, Яндекс, Озон, Мейл.ру, да, все эти компании, которые вам приходят на ум. Это АТ-консалтинг, про консалтингу есть, о компании говорить. Там тоже хорошо можно стартовать, и это больше для тех IT-рекрутеров, начинающих, которые ищут больше стабильности, но в то же время хотят роста. То есть там рост возможен, но там больше стабильности в плане денег. То есть там есть окладная часть, фиксированная и постоянная. Она выше, естественно, чем в кадровых агентствах. Там чаще всего есть поддержка постоянная. Там есть адаптация, мотивация и так далее. Там есть возможности подключать разные другие ресурсы для поиска, например, реферальные программы, например, там публикации на тех же самых джоб-порталах. Это какие-то совмещения с вузами, пойти и пообщаться с вузами на тему того, чтобы нанять джуниор-разработчиков в команду. И вы таким образом быстрее просто закрывать будете позиции. Это про IT-компанию, если говорить. Поэтому обязательно думайте, куда, где вам лучше всего будет работать в зависимости от вашего темперамента, характера и того, что вы ищете сами. Про кадровые агентства я здесь уже рассказала. То есть основные плюсы это разнообразие вакансий и минус это невозможно влиять на процессы внутри компании-заказчика. Но я вижу здесь огромный плюс. Это в бонусах. На бонусы вы можете повлиять своей работой. Насколько интенсивно вы работаете, насколько быстро вы работаете. От этого зависит быстрота закрытия ваших вакансий. И в этом большой-большой плюс кадровых агентств. Следующий про продуктовые компании. Это про IT-компании. То, что было на предыдущем слайде. Здесь плюс в том, что прозрачный карьерный рост. Вы всегда знаете, куда вы двигаетесь. То есть если в кадровых агентствах вы достаточно ограничены, позиции IT-рекрутера, IT-рекрутмента, или да, менеджера команды своей, то в продуктовой компании можно расти до HR-бизнес-партнера, до HR-директора, до правой руки компании. То здесь огромная возможность роста, и вы всегда знаете, куда вы можете еще расти в этой компании. Но большой минус для себя, как для рекрутера, я вижу в том, что здесь нет разнообразия вакансий. То есть вы не можете попробовать поработать с какой-то другой технологией, либо попробовать нанять девопсов, когда у вас в команде только системные администраторы, либо разработчики. Вам просто не нужен этот девопс-инженер. Собственно, поэтому и здесь нет такого разнообразия вакансий, как в кадровых агентствах. И для себя я в этом вижу как раз-таки минус. Возможно, вы здесь меня поправите, кто работает в кадровых, кто работает в продуктовых компаниях, потому что моя экспертиза – это кадровое агентство. Я люблю кадровое агентство. Аутсорсинговые компании – это больше как заказная разработка, но там уже внутри есть свои процессы. В основном большой плюс аутсорсинговых компаний в том, что здесь хороший оклад и хороший бонус. То есть финансовая мотивация здесь суперклассная. Но минус в том, что нет разнообразия проектов и нет разнообразия компаний. То есть вы всегда подбираете на какие-то одни и те же проекты, одних и тех же людей. Чаще всего это так происходит. И очень часто вам нужно прокачиваться в коммуникациях, потому что здесь очень много отказа в аутсорсинговых компаниях. Но если вы выходец из аутсорсинговых компаний, то вы стопроцентный коммуникатор, и вы знаете, как работать в стрессовых ситуациях, когда вам кандидаты отказывают в аутсорсинговых компаниях. Вы знаете, как с этим работать. И это на самом деле большой-большой плюс. Поехали дальше. Страхи рекрутеров. Про них я уже писала, рассказывала в моих предыдущих постах. Где-то, наверное, в январе-феврале я делала серию публикаций про страхи рекрутеров, потому что поступает огромное количество от вас, в том числе и комментариев, сообщений, а что если, а что делать, если я не знаю английский, как быть, если я новичок, и я вообще не знаю никакую IT-терминологию, а что делать, если я не умею программировать. Ну, здесь единственный ответ. То есть невозможно знать всего. И никогда невозможно будет знать все. Даже некоторые разработчики часто ошибаются в некоторых терминологиях. И иногда я даже могу поправить их. Но это не означает, что я умею программировать. Я просто не знаю, что к чему относится. И это экспертиза IT-рекрутера. Поэтому IT-рекрутеры получают намного больше, чем просто HR, чем рекрутеры и подбор персонала на массовый найм. Как решать эти страхи? Я тоже подробно все рассказывала в предыдущих постах. Можно почитать о них. Во-первых, это практика. То есть с практикой, с постоянной встречей страхов к лицу, с лицом. Как это правильно сказать? У меня немножко сегодня уже пятница, под вечер. И много очень разговаривала сегодня на английском языке. Поэтому извините, мой русский немножко. Собственно, практика и практика вам всегда поможет. Курсы от экспертов. Но выбирайте экспертов правильно. То есть эксперты должны быть практиками прежде всего. Они должны знать, что сейчас актуально. Работать с большинством вакансий разных. Иметь свой положительный опыт. То есть эксперт-практик, это тот человек, который встречается со сложностями. И он знает, как решать на своем опыте, на своих ошибках. А теоретик, он вам расскажет-то все. Но насколько это может быть применимо в жизни? Это уже следующий вопрос, который вы сами будете на практике испытывать. Курсы экспертов-практиков ценятся тем, что они рассказывают вам на своем опыте, на своих кейсах, что конкретно может произойти, если будет вот такое вот. Если будет контур-офер, что нужно сказать. Если человек хочет уйти с компанией на испытательном сроке, что нужно сказать и как это предотвратить. То есть вот такие вот кейсы важно понимать и знает ли сам эксперт. И даже не то, что он встречался с этими кейсами. Просто понимание того, что это может произойти и как с этим бороться, он тоже должен знать. То есть на таком достаточно бытовом уровне. Подскажите, пожалуйста, завтра рабочий день или нет? Потому что меня почему-то спрашивают завтра, будет планерка или нет. Может быть, кто-то знает, кто-то в курсе. Так, поехали дальше. Обязательно читайте, естественно, блоги экспертов. Я не раз рекомендовала экспертов в IT-рекрутинге. Это Ирина Шимаева, это Денис Демкевич, это Ян Текзе. Он тоже пишет много про коммуникации, в том числе про сорсинг. Это Егор Яценко, который сейчас делает с 13 по 14 мая вместе с Анной Атрошкиной Русорс конференцию в Москве. Один день онлайн и второй день оффлайн можно будет присутствовать. Это тоже классная тема. Я как-то на Фейсбуке публиковала. Поэтому можете пройти, посмотреть. Абсолютно классный контент будет. Блоги экспертов обязательно почитывайте. В Телеграммчике их много. Рекрутач, в частности, я очень рекомендую читать. Ну и мой, соответственно, тоже там есть. И постоянно изучайте новое. То есть тестируйте, смотрите видео, смотрите разные бесплатные вебинары. На бесплатных вебинарах тоже огромное, на самом деле, количество. Я в своем контенте отдаю тоже огромное количество бесплатной информации. Делюсь с вами, чтобы можно было растить экспертизу внутри. И была здоровая конкуренция среди IT-рекрутеров. Это на самом деле крайне-крайне важно. Дальше давайте мы с вами перейдем к навыкам IT-рекрутера и немножко про них поговорим. Навыки IT-рекрутера. Прежде всего, это оценка персонала. Оценка персонала, она всегда будет первичной. То, что вам нужно, будет знать. И это касается любых HR-ов и любых подборщиков, так, те, которые подбирают персонал. Не люблю это слово, подборщик, но так можно обобщить. Оценка персонала. Есть классные книги, в частности, Светлана Иванова, она до сих пор актуальна в ее методах. Это метапрограммы, у нее есть классные вопросы для того, чтобы снимать мотивацию. Я крайне рекомендую всегда начинающим рекрутерам начинать свое погружение в подбор персонала. В частности, с книги Светланы Ивановой, она до сих пор актуальна. Есть книга тоже Татьяна Баскина, я тоже как-то делилась этой книгой. Искусство, нет, не искусство, техники успешного рекрутмента. Тоже классная книга, она очень общая, но в ней много структуры, много понятных вещей. И того, что действительно важно понимать начинающему рекрутеру. Разбираться в IT-индустрии, это следующий навык, то есть IT, IT-база. Это не значит, что нам нужно уметь программировать. Это значит, что нам нужно разбираться в профессиях. Какие есть DevOps-инженеры, какие есть бэкэнд, фронт-энд разработчики, какие языки они используют, какой фреймворк относится к какому языку, что такое библиотека, что такое скрам-канбан. Я думаю, что каждый рекрутер, я уверена, что он должен знать, что это такое, если работает сейчас в сфере подбора IT-специалистов. Следующий навык, это коммуникация. То есть здесь все навыки, они крайне важны, они друг без друга ничего не стоят. Если вы не умеете коммуницировать, ваше знание в области IT, оно не пригодится, потому что вы не умеете общаться правильно с кандидатами и заказчиками. На самом деле коммуникация даже стоит более приоритетно, потому что если вы умеете закрывать позиции, если вы умеете общаться с кандидатами, правильно продавать вакансию, презентовать, правильно презентовать кандидата вашему заказчику, то процент закрытий намного выше, чем просто вы бы знали IT-индустрию. Поэтому я не сильно понимаю те курсы, которые продают в своих блоках еще и программирование. В целом, да, это классно, что можно еще и программировать, изучать, но в этом вообще нет никакой необходимости. Можно обойтись и без этого. Я не умею программировать, к примеру. Да, я хочу изучить язык Python, потому что мне кажется, он немножко проще всех для того, чтобы погрузиться в какие-то основные задачи выполнять, но это не первичная вообще вещь, чтобы уметь программировать. Вот совсем нет, это последняя вещь. Соответственно, коммуникация важна. Критичное мышление, то есть если вы достаточно гибкий, и вам без разницы, какой CV в резюме показать сейчас заказчику, то скорее эта профессия не для вас. Потому что здесь очень важно критично подходить к каждому параметру. И вас просто не поймут, если вы будете отсылать хороших кандидатов. Запомните такую фразу, что хороший кандидат – это не профессия. Хороший человек – это не профессия. Есть набор навыков, набор скиллов, которые важно предоставить нашему заказчику. И вот это есть профессия. А просто хороший человек, и вам он понравился, как он общался, но с собой он ничего не представляет, это еще не значит, что он сейчас справится с той задачей, которая ставится ему в новой компании, в новой потенциальной компании. Критичность – это был навык критичности мышления. Следующий навык – навык сорсинга. Сорсинг, то есть поиск персонала на различных альтернативных ресурсах. Сейчас в связи с тем, что кандидатов стало активных очень мало, все кандидаты очень пассивные, 90% по крайней мере из них. Есть прям статистика актуальная на стилку оверфлоу о том, что около 70% пассивных кандидатов, которые вообще никак не заявили на Headhunter, например, на Суперджопе и на других работных сайтах о том, что они сейчас ищут работу, они хотели бы посмотреть на рынок, хотели бы пообщаться с заказчиками, с компаниями и посмотреть, что происходит. И, возможно, даже поменять. То есть вот здесь как раз-таки включается навык сорсинга, умение искать на альтернативных ресурсах. Про альтернативные ресурсы мы еще с вами чуть-чуть позже поговорим. Да, я здесь буквально скажу, что это LinkedIn, естественно, это Xing, это HubrKarriera, это GitHub, это Messenger, тот же самый Instagram. Тут можно искать разработчиков и не только. Мне ежедневно тоже падают сообщения о том, что нам нужен рекрутер, нам нужен менеджер по подбору персонала и так далее. Такие вакансии я публикую у себя в Telegram-канале для рекрутеров с заказами и с вакансиями разными. Поэтому, кого еще нет, напишите мне в личку, я вам вышлю обязательно ссылку, чтобы вы присоединились и, возможно, нашли свое будущее место работы либо свой первый фриланс-проект. Так, давайте дальше мы с вами поговорим про навык маркетинга и навык не сорсинга, а навык продаж. Маркетинг. Здесь я имею в виду, что нужно правильно позиционировать вакансию. Надо знать, где конкретно опубликовать вашу вакансию и правильно ее преподнести вашей целевой аудитории. То есть правильно выявить вашу целевую аудиторию. И навык продаж нужен для того, чтобы вы могли продавать кандидатам вакансию, заказчику кандидатов. То есть использовать правильные методы, использовать как раз-таки коммуникативные навыки для того, чтобы обозначить крутые условия для кандидатов и то, что ему может быть интересно. А заказчику обозначить в первую очередь те моменты, которые прямо максимально соприкасаются с тем, что есть у заказчика и то, что они сейчас ищут. Давайте поедем дальше. Сейчас здесь посмотрю, какой у нас дальше слайд. Карьерный рост. Карьерный рост рекрутера. Тоже достаточно часто этот вопрос всплывает в директе, в сообщениях, в мессенджерах и так далее. Ну вот я IT-рекрутер. Что дальше? Во-первых, вы не сразу IT-рекрутер. Сначала вы ресерчер. Вы сначала ищете, отправляете письма и потом уже назначаете на звонок с рекрутером-ведущим, кто может провести телефонное интервью, скайп-интервью, любое видеоинтервью и оценить кандидата, насколько он подходит под данную позицию. Дальше после ресерчера мы растем до рекрутера. Рекрутер это уже полноценный человек, который и ищет кандидатов, и проводит собеседование, и презентует заказчику. То есть стандартная схема IT-рекрутера в России она такая. Сорсер. Это отдельно выделенная сейчас профессия, которая становится все более популярной. Я как-то о ней тоже говорила. Достаточно часто в феврале-марте тоже можно будет почитать посты. Сорсер это тот человек, который ищет на альтернативных источниках, ресурсах и знает, как найти самого классного специалиста, куда нужно пойти, чтобы его искать. Дальше. Из рекрутера и из сорсера можно вырасти в темлида рекрутера. То есть это менеджер, это руководитель, группа рекрутеров от пяти до десяти человек. В основном не больше. Потому что эффективно можно управлять пятью людьми. Дальше нужно просто растить вниз команду и создавать такую иерархию. После темлида рекрутера можно дорасти до HR-бизнес-партнера. Это HR, который отвечает за определенное бизнес-подразделение компании и отвечает за его не только найм, но еще и рост, движение, развитие и мотивацию персонала. Это тоже классная роль на самом деле. В основном HR-бп или HR-бизнес-партнер, он бывает внутри компаниях. В кадровых агентствах его не бывает. Если вы пошли по пути рекрутера, по пути сорсера темлида рекрутеров, то вероятнее всего, что дальше следующим вашим ростом будет основать свое кадровое агентство. Либо присоединиться, либо партнерство какое-то организовать, либо выйти на фриланс. Здесь уже очень сильно зависят от вашего темперамента, вашего характера и ваших целей, которые вы ставите на свой сейчас карьерный путь. Далее я хотела бы поговорить про основные ошибки. Основные ошибки начинающих рекрутеров. Я их собираю постоянно много и на своем опыте в том числе. То есть, когда я начинала, я очень много ошибалась и продолжаю на самом деле ошибаться. То есть, не только на ошибках мы учимся, только на своих факапах мы учимся. Собственно, не бойтесь вакансий. Большая ошибка бояться вакансий и бояться с ними работать. Ничего страшного в них нет. То есть, например, мне будет страшно сейчас какую-то вакансию взять главного бухгалтера, например. И я не понимаю там ничего. Я разберусь за день, но я прямо сейчас побоялась бы ее взять. Начинать поиск без уточнений. Допустим, вы получили... Нам нужен PHP-разработчик с Symfony. Ищи. Нет, так не работает. Надо пойти уточнить все свои нужные вопросы, которые вам могут задать кандидаты. Это очень важно для IT-рекрутера и для вашего роста дальнейшего. Терять контроль при проведении собеседования. Потому что бывают такие кандидаты, которые перетягивают одеяло на себя, а вы должны его держать на себе. Обязательно вы здесь тот человек, который проводит интервью. Соответственно, должны его вести в правильное русло тем способом, который нужен вам, чтобы получить информацию эффективно. И не устраивать сюда допрос. Сделать так, чтобы это был диалог, и чтобы кандидат думал, что происходит диалог. А на самом деле вы ведете в русле, в таком, чтобы эффективно произошла ваша коммуникация с кандидатом. Далее. Следующая ошибка большая — это упущение горячих кандидатов. Когда вам откликаются, когда вы видите на HeadHunter новое резюме, которое подходит под вашу вакансию, напишите, а потом сразу позвоните. Потому что такого кандидата горячего его схансят сразу, и больше его не останется. Поэтому здесь будьте быстрыми. Ждать, когда кандидат вам сам позвонит в IT-рекрутменте вообще стопроцентно не стоит. Никогда. Он вам никогда не позвонит. Нужно, наоборот, напрячься, когда вам кандидат звонит. То есть что-то значит, с ним не так, скорее всего, вероятнее всего. Но это то, что я думаю, сейчас на рынке России происходит. Да, на рынке, например, Европы это нормально, если человек сам звонит. Но чаще всего все равно рекрутеры звонят сами. Поэтому не стесняйтесь звонить. На эту тему мы, кстати, поговорили на моем последнем интервью с Олей Шаховой, основателем кадрового агентства ВОТОТ ПРОФИК, где я работала раньше. Поговорили очень продуктивно, поэтому обязательно послушайте, если вы еще не смотрели данное интервью на YouTube. Не подготавливаться к собеседованию. Это большая ошибка, которую допускают тоже начинающие рекрутеры. Они думают, что они уже все знают. На самом деле, надо готовиться к каждому интервью и смотреть детально резюме разработчика. Смотрите, какие вопросы вы должны еще спросить. Какие есть красные флаги, на которые нужно обратить. Какие есть риски, связанные с кандидатом. Крайне-крайне важно готовиться к собеседованию. Но буквально, когда вы уже будете более опытным, вам хватит и 5 минут. Когда вы только начинаете, закладываете 30 минут на подготовку к собеседованию, чтобы посмотреть всю основную информацию, все резюме и подготовить свои вопросы. Поэтому не допускайте, пожалуйста, таких ошибок. Давайте мы сейчас посмотрим про кейсы. Это на самом деле не кейс учеников. Это... А, да, это кейс учеников. На самом деле, есть разные кейсы учеников. Есть те, кто с нуля, с третьего, с четвертого курса университета стартовал работу в кадровых агентствах IT. Успешно, причем. Очень много таких кейсов. И очень много кейсов сейчас, когда выбирают среди... среди офферов, среди предложений. То есть, настолько не хватает IT-рекрутеров, что еще и нужно выбирать среди офферов. Из психолога в детском саду до HR в IT-компании. Был такой у меня кейс, с которого все началось. Он очень успешный. Ко мне пришла, значит, ученица, хорошая знакомая. Говорит, что завтра ей надо выходить в IT-компанию на работу. Она устроилась IT-дженералистом, HR-дженералистом в IT-компанию. Завтра мне выходить? Давай учиться. Мне надо знать все. И таким образом мы очень интенсивно с ней прошли весь курс индивидуально. с инженера в рекрутере в кадровом агентстве. Тоже такие кейсы есть. В частности, разработчик баз данных, к примеру. То есть, это интересные очень кейсы. Первые заказы на фрилансе тоже выходят. Первые премии на фрилансе тоже выходят. И это на самом деле здорово, то, что меня подстегивает дальше для вас создавать и развивать все. Так, поедем дальше и поговорим, как найти работу без опыта работы в кадровых агентствах IT-рекрутерам и в целом. Как найти работу без опыта работы, в частности, IT-рекрутерам? На самом деле, я бы здесь советовала пойти работать в кадровые агентства. Какие-то внутренние, локальные, поизучать. Можно сразу работать на московские кадровые агентства, но можно и где-то на своей территории, работать в своем городе. Так вы сможете познакомиться поближе, офлайн, увидеться с своими руководителями и больше просто узнать и впитать знаний. Можно пойти работать с помощником рекрутера в какую-то большую компанию, либо ресерчерам, стажерам. Сейчас тоже очень часто стали искать IT-ресерчеров, стажеров в IT-компании, потому что там их тоже не хватает. Сейчас очень ценятся софт-скиллы. Соответственно, софт-скиллы не вырастешь, а вот хард-скиллы можно вырастить чаще всего. Если софт-скиллами все в порядке. Когда вы пришли уже начинающим анти-рекрутером, у вас наверняка стоит вопрос, где искать кандидатов, если вы не проходили никакое обучение. Вот вам список всех ресурсов, на которых можно искать. Это HeadHunter, это SuperJob, это LinkedIn, это HubberHubber, это HubberCareer, это два отдельных ресурса, которые сейчас интегрировались вместе. HubberCareer был раньше моим кругом. Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте, GitHub, Angelco, Xing, Skype, Telegram, Slack, Gitter. В общем, их огромное количество еще. Я здесь не смогла перечислить абсолютно все. И это классно, это классно на самом деле, то, что сейчас есть такие возможности для сорсинга. как искать на альтернативных источниках. Во-первых, с помощью внутренних фильтров на источниках, во-вторых, с помощью расширенных фильтров. Это могут быть буллинг-запросы внутри определенного ресурса, если они работают там, либо буллинг-запросы в Google, когда вы просто ищите. Это могут быть различные сервисы, интеграторы, агрегаторы и так далее, которые помогают вам искать. И, соответственно, есть много различных способов, с которыми нужно познакомиться вам, как IT-рекрутера. Давайте разберем самый популярный ресурс, на котором можно искать, это поиск на LinkedIn. Здесь есть несколько способов поиска, как я говорила раньше, это поиск по фильтрам, это буллинг-запросы в строке поиска, это буллинг-запросы в Google по LinkedIn, это автоматизаторы булевых запросов и поиск через CSE. CSE это Custom Search Engine. Какие основные кейсы есть в подборе? В частности, в подборе моем. Я закрывала позиции через ВКонтакте достаточно часто, сейчас уже не продолжаю это делать, потому что рынок поменялся, в Германии нет людей, которые сидят ВКонтакте, а было бы на самом деле здорово, если бы у них было что-то типа ВКонтакте и Фейсбука, на Фейсбуке они, конечно, сидят, но, насколько я поняла, не так часто, потому что пока я оттуда отклика такого классного, как ВКонтакте, у нас в России не получаю. Поэтому, если вы ищете сейчас на территории России, то ВКонтакте это супер кейс. Я закрывала оттуда Java, разработчик баз данных, iOS разработчиков, FrontEnd, и 1С разработчиков, в общем, достаточно много кейсов. Про спортзал, здесь я хотела рассказать один интересный кейс, когда я постоянно, я в целом делюсь с людьми, то, что я сейчас, я работаю в целом IT-рекрутером, я ищу разработчиков, если у тебя кто-то будет, кто работает сейчас в разработке, кто-то близко с этим, то познакомь нас, потому что я ищу разработчиков постоянно, на постоянной основе, у меня есть разные позиции, в том числе Россию, с релокацией, куда угодно, и таким образом мой тренер, он тренировал еще и разработчиков, и с одним из них мы вышли на собеседование, провели собеседование, сначала я его оценила, потом продала вакансию тоже, и потом уже выслала его заказчику, заказчиком мы пообщались, здесь не было закрытия, но сам факт того, что я человек нашла в спортзале, это классно, я считаю, основные закрытия у меня происходят через LinkedIn, через Hover и через GitHub, чаще всего, но это исключая какие-то кейсы через HeadHunter, на самом деле у меня есть еще 20 слайдов, вы как терпите, у вас есть какие-то вопросы, может быть, поэтому обязательно задавайте их, комментируйте, задавайте мне вопросы, если они у вас появляются, а мы пока пойдем дальше, как учить IT-термины, потому что мы с вами в навыках посмотрели, что важно знать IT-индустрию, а как учить IT-термины, во-первых, выберите для себя удобную какую-то классификацию, либо найдите ее, найдите ее в Википедии, в Гугл и где угодно, идентификация понятия, то есть дайте определение, дайте его более таком понятном стиле, то, что у вас запомнится и то, что будет отражать суть, но более простым языком. Важно знать в IT-терминах произношения, например, там есть такая технология, как кукумбер, кукумбер, чаще произносят как кукумбер, к примеру, это технология, которая помогает автоматизировать тестирование с помощью языка Java. Соответственно, знать надо и понятия, и как это произносится. Например, Java произносит по-разному, это Java, Java, оба произношения популярные и правильные. Java больше все-таки произносит как Java, нежели Java, но Java это тоже нормально. если вы начинаете объяснять другим какое-то определение, например, коллеге-рекрутеру, либо начинающему рекрутеру, который работает вместе с вами, то вы начинаете понимать это лучше. Я думаю, что это работает вообще везде, не только с IT-терминами, но и со всем тем, что вы изучаете что-то новое. Ну, и боевой настрой, потому что это очень сильно помогает не сбиваться с толку, не сбиваться со своей мотивацией, чтобы изучать и продолжать изучать что-то новое. У меня есть даже кейс, когда одна из учениц, она придумала себе тестирование в виде игры, как она изучает эти термины и как она их запоминает. И это классно, что она находит путь для себя, как лучше всего эти термины запомнить. И это здорово, ей это помогает быстрее войти в клею. Я на самом деле получила два оффера после того, как она закончила обучение на курсе и выбирала между двумя компаниями. Жалела о том, что нельзя работать в обеих компаниях, что нет времени. Это здорово, когда есть выбор для начинающих специалистов. Это просто очень-очень-очень ценно. Дальше. Вы это можете скринить, потому что это нужный слайд, это про этапы разработки. Этапы разработки для IT-рекрутера важно понимать и важно знать, когда вы снимаете заявку по вакансии. То есть на каком сейчас этапе находится разработка, на какой этап нужно подсоединяться разработчикам. Первый, соответственно, это сбор и анализ требований. Здесь заняты одни специалисты, на втором этапе проектирования. Здесь заняты другие специалисты с другим скиллсетом, с набором навыков. Следующий, третий этап это создание кода. Соответственно, здесь заняты совершенно другие сотрудники в IT-специальности. следующее тестирование. Здесь вы уже наверняка знаете по самому этапу названия его, кто должен присутствовать, но подсоединяются и другие. То есть на всех этапах могут быть разработчики, но они будут с разным набором навыков, и это тоже важно знать. И дальше, соответственно, пятое внедрение, релиз и поддержка чаще всего относятся к консалтинговым компаниям, где разрабатывается какой-то продукт, который интегрируется уже внутрь определенного заказчика. И крайне важно понимать, кто на каком этапе нам нужен. Следующий слайд это перспективные направления в области IT, куда дальше будет развиваться все. Это естественно, это VR, виртуальная реальность, это IoT, Internet of Things, это Big Data, то зачем? Я, собственно, вижу большое развитие, даже не за VR, за IoT, а вот именно за Big Data, потому что сейчас информации стало огромное количество. И с помощью как раз-таки следующего топового направления, это машин лернинга, машинного обучения, можно будет теперь эту информацию понимать, структурировать, анализировать, работать с ней и создавать на основе данных машинного обучения и Big Data новые знания и новые технологии. Это же круто, это классно быть причастным к этим проектам, причастным к построению таких команд в сфере блокчейна, в сфере роботехники, в сфере финтех, искусственного интеллекта, UX, UI и так далее. В общем, меня саму лично это сильно мотивирует, как человека, который хочет быть причастен к чему-то грандиозному, большому, масштабному и менять жизни людей в лучшую сторону. И это классно, то, что мы с помощью нашей работы IT-рекрутеров можем это делать. Дальше, давайте поговорим про те профессии, которые существуют, IT-профессии. Это те профессии, которые я бы сказала, вам нужно знать в начале своего пути, потому что существует еще огромное количество разных других профессий, но как аналитик, проект-менеджер, продакт-менеджер, скрам-мастер, тим-лид, разработчик, тестировщик, технический писатель, девопс и так далее. Я уже поминала несколько раз за сегодняшний эфир, в частности, и вам, соответственно, если вы хотите работать эти-рекрутером, то нужно разобраться. Если вы уже работаете, то стопроцентно нужно разбираться абсолютно точно в этих профессиях, что они делают и где они работают. Давайте покрузимся в одну из них, в разработку и поговорим про уровни разработчиков. Есть, соответственно, несколько уровней, это джуниор, это мидл, это синер, общепринятые подразделения, но хочу отметить то, что в разных компаниях уровни разработчиков понимают совершенно по-разному. Джуниор в одной компании, это уже мидл в другой, а синер в другой компании, это может быть джуном в второй, в третьей компании. Поэтому на возраст здесь не ориентируйтесь сильно, я здесь просто дала определенную идею, как это может быть реализовано. Соответственно, джуниор это очень несамостоятельный, он что-то уже знает, какой-то язык программирования, но ему еще требуется помощь и требуется корректировка работы. Мидл чаще всего это разработчик, который уже самостоятельный, но пока еще не может курировать кого-то и самостоятельно принимать решения полностью. А синер это как раз-таки совокупность всего вместе взятого, он может и курировать, и принимать собственно решения, код-ревью делать и планировать какие-то задачи. Посмотрите сейчас на правую сторону, это тим-лид и тех-лид. Тим-лид это отличная должность от технического лида, тим-лид это больше менеджерская роль, а тех-лид это лидер именно технический, то есть он самый крутой разработчик. Когда тим-лид, нет, он самый крутой менеджер, он может быть даже медлом в своих навыках как разработчика, поэтому это тоже важно понимать, когда вы ищете людей. Типы компаний, я про них уже немножко рассказывала, типы компаний продуктовая разработка, то есть это про продукт, это компания, которая создает собственный продукт, например, тот же самый инстаграм, это продуктовая разработка, стопроцентная. Заказная разработка, это те компании, которые разрабатывают, например, какие-то маленькие приложения для компаний, которые хотят использовать для маркетинга приложения мобильные, к примеру, то есть их достаточно много сейчас, в них требуется огромный спрос на именно заказную разработку сейчас. Компании вендоры, те компании, которые разработали какую-то свое классное решение и продают, продвигают его на рынке, например, IBM, либо 1S, консалтинг, это, например, AT консалтинг, достаточно знаменитая компания в России, компания, которая, соответственно, консультирует, внедряет, интегрирует какие-то новые вещи внутрь других компаний. И IT-отделы вне технических компаний это какие-то большие бюрократизированные возможные компании, либо страховые, например, банковские компании. Основная их деятельность вообще в другом, но IT-отдел у них должен быть. IT-отдел в виде разработчиков сайта, в виде системного администратора, который должен поддерживать функциональность всю. Сколько зарабатывают разработчики когда-нибудь? Вы наверняка задумывались об этом вопросе. И я здесь хочу вас немножко огорчить в том, что официальная статистика она привирает. Это не совсем верная статистика, которую в официальном каких-то источниках вы видите. Поэтому мониторить нужно самостоятельно. Через например через мониторинг спроса и предложения на HeadHunter, через мониторинг различных сообщений в телеграм-чатах каналах, через чтение статей и через общение естественно с разработчиками. Потому что то, что есть в официальной статистике около 20% наверное зарплаты она занижена и не является действительной. И давайте мы сейчас перейдем к самой интересной части. Это как начать закрывать вакансии. Во-первых, вам нужно знать этапы найма внутри компании и в целом понимать процессы закрытия, процессы подбора персонала. Вам важно снять заявку по вакансии, составить профиль кандидата и выстроить на основании этого стратегию сорсинга и карту поиска. Тем, чем мы занимаемся как раз таки на курсе сорсинга, на курсе джуниор. И я также не раз публиковала уже посты на эту тему. Следующий шаг. Мы должны сделать первые запросы на основании нашей сорсинговой стратегии, конверсионные письма написать, те письма, на которые нам будут отвечать. Это телефонный и скальп интервью с заинтересованными разработчиками, либо с теми, с кем нам нужно, важно пообщаться сейчас. И мы отправляем первых кандидатов нашему заказчику. Дальше уже по стандартному процессу проходит техническое собеседование, выходит на предложение о работе и выходит на работу. Секунду, я буквально свернула здесь слайды. Что нужно для того, чтобы рекрутеру оставаться всегда в теме и знать, куда движется сейчас эти рекрутины. Потому что вечно на курсы не походишь. Нужно важно знать, как себя развивать, как профессионала. Во-первых, не бойтесь никогда спрашивать у разработчика. Это самое лучшее действие, которое вы можете сделать. Читайте Хаббер и читайте Весеру. Это два источника, откуда вы будете подчерпывать информацию новую. Смотрите YouTube-каналы различные. И если вы не получали никогда файлов в подарок от меня, то напишите мне в сообщение в личку, я вам обязательно вышлю бесплатные файлы от Академии IT-рекрутинга и обязательно напишите. Они вам очень сильно помогут для старта в карьере. Давайте поехали дальше. Это что нужно знать IT-рекрутеру. Мы здесь уже об этом немножечко поговорили. Здесь можете прямо скринить и пойти посмотреть. Пойти посмотреть в Google, что же значит эти определения. Потому что я что-то разогналась и слишком много слайдов сделала. На самом деле. Что я думаю про HR Space? Здесь комментарий, вопрос. Никогда не работала на HR Space, но выглядят они очень стабильными и достаточно рационально мне кажется. Поэтому думаю, что можно работать на HR Space. Как вообще и где обучаться собственно IT-рекрутингу? Вы знаете, что 10 мая у меня стартует курс Junior IT-рекрутер. Там осталось буквально пару мест. Нужно успеть занять, но так как я мало очень говорила в этом в блоге, и поэтому я решила сейчас осветить эти моменты для тех, кто еще возможно сомневается и думает. Потому что следующий поток не скоро. Следующий поток только в сентябре. Потому что с 10 мая мы начнем и закончим мы 27 и на самом деле курс длится не 8 недель, а 7 недель. 6 недель у нас будут уроки, и 7 неделя будет подготовка к защите проектных работ. Собственно старт у нас 10 мая уже получается в понедельник. Давайте я немного расскажу про курс Junior IT рекрутера, как он вообще состоит. Это видео уроки записанные, вы смотрите их в удобное для вас время. есть расписание, которое вам поможет спланировать ваше время, и те уроки, которые обязательно нужно посмотреть в определенную неделю. Это важно. И каждому уроку есть от 2 до 10 домашних заданий, которые важно выполнять на протяжении всего курса, которые вас приведут к защите проектных работ. Каждую неделю по пятницам в 19.00 мы будем созваниваться с вами в зуме со всей группой, и я буду отвечать на ваши вопросы, которые у вас возникли в течение недели. Да, я чуть попозже озвучу, и если сейчас интересно, то можно пройти на сайт и посмотреть все стоимости и все тарифы. У вас будет возможность поработать с реальными вакансиями, то есть если вы прямо сейчас готовы работать, у вас есть на это время, то я могу для вас выделить определенные вакансии реальные, с помощью которых вы сможете уже выйти на определенный доход и закрыть их. Есть домашки, обучение еще подкреплено доской в трейло, вы можете почитать тоже отзывы моих выпускников, трейло они обожают, поэтому это прямо супер инструмент, которым вы еще и научитесь пользоваться правильно для ведения своего процесса подбора. Чат 24 на 7 со мной общий со всеми учениками, где вы можете задавать постоянно свои вопросы. И доступ к курсу навсегда, то есть это мое уникальное на самом деле преимущество на вообще на всем рынке среди курсов IT-рекрутеров больше нет такого предложения, когда доступ к курсу остается навсегда. Вы сможете всегда пересматривать уроки, которые вы прошли. Какие есть результаты после курса? Вы освоите естественно востребованную профессию, вы сможете выходить на заработок от 80 тысяч уже после трех месяцев, как вы стартанете работать, узнаете актуальные фишки естественно в IT-подборе, у вас будет возможность работать удаленно с любой точки мира, вы научитесь основам подбора, вы научитесь собеседовать IT-шников, вы не будете их бояться, потому что будете знать как с ними работать, а научитесь искать не только на работных сайтах, не только на хатхантере, но и на других источниках. На самом деле преимуществ очень много, я о них как-то уже рассказывала, самым лучшим вариантом, чтобы принять решение, будет почитать отзывы, я считаю, потому что отзывы сами за себя говорят, они классные, у меня студенты самые классные, выпускники самые классные, я их обожаю, и могу им постоянно выражать свои благодарности за то, что они посвящают время своему саморазвитию, и делятся своими результатами. Собственно, давайте как раз таки про тарифы поговорим. Есть три тарифа. Первый тариф это тариф с поддержкой, стоит сейчас до 9 мая 16 800, это 30 видеоуроков в записи, это бонусный урок по Кандиджар, это еще два бонусных урока, с которыми вы познакомитесь на сайте, пройдите, посмотрите, практически домашние задания, то есть здесь вообще нет минимальной теории, 6 лайв встреч, поддержку в общем чате 24 на 7, защита проектной работы и электронный сертификат. Дальше, следующий тариф, так, а где у нас средний тариф? Так, не сохранилось. Так, там, видимо, проблема, да, у нас была. Следующий тариф у нас за 34 800, который я рекомендую. На самом деле, он отличается от тарифа с поддержкой тем, что я проверяю ваши домашние задания. Я даю более полноценный фидбэк, могу дать вам, посвятить время вам, нежели чем просто в чате и нежели чем просто на лайв трансляциях. Сами уроки, видеоуроки длятся от 15 минут до 30 минут. Есть два урока, которые длятся по 40 минут, это про IT-профессии, но я стараюсь максимально сжато. Плюс ко всем видеоурокам у вас, естественно, есть отдельно презентации и большая фишка моя в том, что у меня есть конспекты к каждому уроку, то есть вам не нужно записывать, вы можете это все распечатать и в конспектах все это смотреть, это супер классно. Тариф с моей обратной связью личной по домашним заданиям стоит 34 800, я вам рекомендую брать его на самом деле, потому что важно получать обратную связь по домашним заданиям. Есть еще VIP-тариф, который включает в себя еще 6 личных консультаций в течение курса и одного месяца после по одному часу, то есть у вас будет еще 6 персональных часов со мной, где вы сможете спросить не только вопросы, которые возникли в течение курса, но и какие-то личные моменты, по личному бренду, по по поиску заказчиков, по возможно поприсутствовать где-то на собеседовании и так далее. В общем, можно задавать абсолютно любой вопрос, в котором я компетентна, естественно. И индивидуальная помощь менторства у вас всегда остается чат со мной, где можно будет спрашивать вопросы. И это я считаю вообще очень классно. Оставлю вам пока здесь страничку стоимость курса тарифа с поддержкой. Возможно, у вас есть какие-то вопросы, я буду рада ответить. Если у вас нет вопросов, то на этом думаю, мы можем завершать, потому что я дала огромное количество информации и мы уже с вами сегодня проговорили целый час полезной информации. Курс про сорсинг когда будет? Или говорили уже? Про сорсинг я сегодня не говорила совсем, потому что курс сорсинг сейчас идет и планируется только 1 ноября. Потому что курс по джуниору закончится только 27 июня, то есть в конце июня, и там будет буквально июль, август для того, чтобы я отдохнула. Возможно, мы попробуем запустить курс продвинутый сорсинг в июле либо в августе, но достаточно сложно вас будет собрать, потому что это лето. Скажите, пожалуйста, кому вообще интересен курс по сорсингу. Ссылка на информацию по курсам у меня в шапке профиля заходите на мой сайт, там есть вообще вся информация по курсам, по запускам, какого числа, сколько стоит, оплата, оплата сразу на сайте, автоматическая, вам все приходит. есть ли у вас еще какие-то вопросы? Я просто не знаю, сколько человек, скольким человеком, скольким человеком, скольким людям, рекрутерам интересен курс по продвинутому сорсингу. Я уже вижу четыре человека, да? Значит, надо запускать в июле либо в августе, похоже. Скажите, пожалуйста, вообще, как лучше может быть вы мне порекомендуете июль или август лучше для обучения? что я думала, что летом у нас никто не будет учиться. И я планировала, возможно, немножечко отдохнуть, потому что курс сорсинга, он идет онлайн, он живой, то есть там нет записи, там нет записи уроков. на май джуниор IT-рекрутер два свободных места осталось и скорее всего они будут заняты уже скоро совсем. Да, я думаю, это же в августе, потому что Ирина, у нас в команде, те, кто работает в команде кадрового агентства Нити, у нас есть вся информация. Нужно только меня спросить, я проведу тренинг. Август. Ну, тогда я запишу себе, что сделаем следующий запуск продвинутого сорсинга в августе. И, кстати, кто идет на курс джуниор IT-рекрутер, у вас будет скидка на следующий запуск курса продвинутый сорсинг. скидка большая, потому что это как следующий этап уже вашего профессионального развития в академии IT-рекрутинга. Да. Мы уже идем официально и скоро, совсем скоро будут новости, поэтому, кстати, большой момент, большая-большая новость. в сентябре стартует следующий поток джуниора IT-рекрутера, и цена, стоимость, она очень сильно увеличится, к сожалению, потому что у меня есть свои затраты, и есть то, что мы сейчас делаем совместно с юристами и совместно с другими специалистами, улучшаем этот курс. По контенту там будет основа, вся, что есть сейчас, но там, в общем, грядут большие изменения, поэтому, если вы задумываетесь о курсе, то стоит приобрести его сейчас, потому что дальше курс будет стоить очень много, дороже, чем сейчас, намного. я была бы рада, если бы вы задавали какие-то вопросы, можно не только пойти рекрутменту, можно в целом то, что вас сейчас интересует, и я смогу с вами пообщаться, узнать вас немного поближе. давайте мы сейчас передвинем про курс и поставим какую-нибудь картиночку с IT-рекрутинг в цифрах, например. Ой, я случайно вышла. мне нравится эта фотография. Так, мне надо записать о том, что у нас следующий поток, возможно, мы запустим в августе, и, по сорсингу и по junior IT-рекрутеру будет повышение цен и сильное повышение. Все понятно, отлично. Сколько у вас времени на раздумья? До 9 мая актуальны сейчас текущие цифры, которые я озвучила, дальше повышение будет. 9 мая включительно, 10 мая уже все закрывается все. Ну и пока есть места, собственно, пока есть эти два места, пока актуально, поэтому я думаю, что времени достаточно мало. Потому что я сейчас девочка написала, что все уже приобрела, поэтому возможно, что один я еще должна проверить. так. 13 сентября у нас Junior, следующий поток, и 1 ноября только будет сорсинг, но в августе возможно проведем. Я нет, я вот хочу очень поработать на американский рынок в том числе, но я, к сожалению, не работала на американском рынке еще. Я очень хочу. Это следующая моя ступень. информация на курсе более глубокая, конечно. Она категорично никогда не будет отличаться, потому что мы будем говорить о том же самом, но естественно, на курсе глубже информация. Ждем август. Значит, уже набирается группа на август. Вы такие хорошие. Не даете мне отдохнуть. Это классно. Я люблю сорсинг. Надо будет посмотреть, где там у нас понедельник, потому что я люблю начинать курсы с понедельника. Candy Jar. Нет, не заменят он в совокупности. Оплачен LinkedIn и Хабр. Нет. Я все же иду сначала искать на LinkedIn и на Хабре, а потом только иду в Канеджар. То есть, это больше как дополнительное. Все же у них пока еще не в таком режиме все работает, чтобы бесплатно на LinkedIn. На на LinkedIn полностью полностью SolarCity всех и на Хабре. Ну, у меня вот оплаченный кандиджар, да, но все же я иду сначала искать на LinkedIn. вот, если ограничены в ресурсах, то не стоит. Если не ограничены, то стоит брать, попробовать кандиджар. Есть бюджет что-то одно. Если российские вакансии, то Хабр карьера. Если какие-то более международные вакансии, то LinkedIn оплачивать надо. Если оба и немного вакансий, то кандиджар тоже будет достаточно. Так, у нас август, у нас 1 августа воскресенье, а 2 августа понедельник. Возможно, сделаем 2 августа следующий курс по продвинутому сорсингу. Он у нас будет длиться 4 недельки по 2 занятия в неделю. И закончим мы получается в конце августа. месяц будет идти. Так, есть ли у вас еще какие-то вопросы? либо какие-то темы для обсуждения. так, ну все, спасибо большое за то, что присутствовали сегодня в пятницу. Кто-то продолжает присоединяться еще, всех приветствую. да, я постаралась максимально полезно для вас собрать информацию. Пишите обязательно мне по вопросам вашим. Я буду рада с вами пообщаться и устроить еще полезные эфиры. и до связи, до встречи с вами в постах, в историях и в сообщениях. Всем желаю хороших выходных, хорошо вам отдохнуть, хорошей пятницы. Отдохните обязательно, зарядитесь на следующую недельку. Все, всем пока-пока.